Здравствуйте! Сегодня приготовим галакто буреку. Это очень вкусный десерт, сделанный из теста филю. В начинке у него крем из манки и заливается очень вкусным сиропом. Название десерта смешанное. Гала по-гречески будет молоком, а бурек по-турецки или по-османски будет то, что мы греки называем пита. А так как уже была в греческой кухне галатопита, то есть молочная пита, они когда придумали это, те кто придумали этот десерт, они просто взаимствовали слово бурек, чтобы объединить с молоком и получилось галакто буреку. Но десерт греческий относится к греческой традиционной кухне. Первое, что приготовила, это крем, потому что он должен полностью остыть. В одну кастрюлю налила молоко, поставила на огонь. Оттуда я сняла 1 стакан молока, чтобы смешать со всеми ингредиентами для крема. Потом эту смесь добавила в горячее молоко тонкой струйкой и приготовила крем. Такой пленкой, не помню как она называется, надо закрыть крем в контакт, чтобы при остывании не образовалась корочка. Вот такой густоты должен быть крем, когда остынет. А пока я ждала крем, чтобы остыл, я приготовила сироп. В одну кастрюлю налила 4 чайные чашки воды, посыпала 4 чайные чашки сахара, одну палочку корицы, сок пол-лимона и эту кожуру лимона тоже поставила в сироп. И у меня не было гвоздики, иначе бы я добавила еще 4-5 палочек гвоздики. Поставлю сироп на огонь и как закипит, буду варить ровно 5 минут. Противень, где я буду печь галактобурику, смазываю сливочным маслом. Аккуратно снимаю тесто филу с упаковки, оттуда я сниму один лист, сложу пополам в длину и одну половину я смазываю сливочным маслом, складываю пополам и режу на 3 части, ровные части. На каждую часть отрезанного куска филу ставлю по 1-2 столовые ложки крема и заворачиваю в трубочку. Сперва закрываю бока и потом уже сверху заворачиваю галактобурику. Чтобы быть с вами честной, это называется галактобурикаке. Окончание этого слова означает что-то маленькое, потому что галактобурикаке делается на большой противень как один кусок и потом режется на порционном. И когда кто-то хочет, например, ложкой отрезать кусок, крем вываливается и на тарелке получается как-то неаккуратно. А когда делаешь вот такие маленькие порционные, можно так сказать, это более красиво, более эстетично. Поэтому чаще всего сейчас предпочитают делать вот такие. Давайте еще раз. Берем один лист теста филу, складываем в длину пополам и половинку, которую мы уже как-то визуально делили, смазываем маслом. Сверху мы закрываем другой половиной, режем на три равные части и потом заворачиваем в каждый кусок заворачиваем по одной-две столовой ложки крема. Итак, приготовили все галактобурикаке. Теперь смазываем сливочным маслом каждый кусочек и отправляем в духовку на 170 градусов где-то 50-60 минут. Ну, в зависимости от вашей духовки, конечно. Но главное, чтобы это было немножко такое золотистого цвета. Горячий пирог заливаем холодным сиропом. Это очень важно, потому что одно из двух должно быть или горячее, или холодное. Но чаще всего это пирог горячий, а сироп холодный. И сейчас самое сложное. Надо подождать. Надо подождать, чтобы пирог остыл, потом поставить в холодильник, и чтобы он стал немножко такой прохладненький. И лучше всего это сделать вечером, и на следующий день уже можно будет кушать. И вот настал тот час, когда можно уже покушать галактобурикаку. Это очень вкусно. Приготовьте. Как вы сами видели, это ничего такого сложного нет. Игредиенты простые. Тесто филу я помню, что обещала. Очень скоро будет, потому что приближается и Новый год. И на Новый год будем готовить из теста филу очень много интересных десертов. И не только. Ну, а я тут с вами прощаюсь. Увидимся в следующее видео. Целую, обнимаю вас крепко-крепко. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok